Как выбрать место клёвое и чем приманить рыбу, Сергей Матюк знает хорошо. За многолетний опыт рыболовства также запомнил и правила на ловлю. С детства на речку хожу. Я сильно не рыбачу вот так. Вот иногда пройти на речку, посидеть, посмотреть, с людьми поговорить. А знаете про ограничения по ловлю рыбы во время нереста? Конечно. Можно ловить одной удочкой, одним крючком. Нельзя ловить штуку. Ограничения рыболовства вводятся в период с 1 апреля по 30 мая. На это время разрешается исключительно любительский лов в светлое время суток с берега одной удочкой или спиннингом. Несоблюдение этих условий может оказаться слишком дорогим удовольствием. Штраф до 10 миллионов за использование запрещенных снастей и выплата за каждую особь в троекратном размере. Например, незаконно выловленный лещ обойдется в 1 миллион 890 тысяч белорусских рублей. Сом на 600 тысяч больше. При этом штрафы останавливают не всех. 2 и 3 апреля на территории Волковыцкого района совершено два правонарушения с признаками уголовно наказуемого деяния. В первом случае вред, причиненный окружающей среде в результате незаконных действий составил 504 базовых величин, что является особо крупным размером. Второй случай произошел тоже в Волковыцком районе. Вред составил 123 базовых величин. В отношении его в понедельник, то есть 4 числа тоже было возбуждено уголовное дело. Некоторые запреты рыбной ловли существуют независимо от нереста. Запрещено ловить рыбу сетями, применять ловушки, взрывчатки и отравляющие вещества. На одного рыбака положено не более 5 килограммов улова в сутки. Катерина Котина, Юрий Дубовик, Новости Гродно+.